К влаге не готовы это те люди, которые технически слабо оснащены и у кого низкий уровень организации. Вот те оказались не готовы, да. А большинство сельхозтоваропроизводителей, где хороший уровень организации, нормальная техника, в принципе, с основными видами работ, или управились, или управляются. По крайней мере, серьезных провалов нет. Было некоторое отставание по обработке гербицидами. Сейчас она, кстати, у нас тоже по области еще проличный объем необработанной против гербицидов. Уже появляется флаговый лист, а до сих пор еще гербицидами работают. Есть такие моменты. Но влага не везде. Влага хорошая у нас в Ростовской области, большинство Коснодарского края, Крым и большая часть Ставрополя. Но не весь Ставрополь. В Ставрополь не везде достаточное количество влаги и осадков. По осенней обработке против сорняков мы давно в технологиях прописываем, что если создаются благоприятные условия для получения всходов, и зима общеница к ноябрю месяцу доходит до фазы кучения, то, безусловно, это стимулирует и прорастание зимующих сорняков. Поэтому с осени по зимующим сорнякам те хозяйства, которые отработали, получили достаточно неплохой эффект. Там просто надо комбинировать с гербицидами на основе мицульфурон метила, чтобы весной-поутобную обработку не делать. Потому что многие обрабатывают трибинурон метилом и другими препаратами, которые текущую ситуацию снимают, а потом за зимний и ранний весенний период появляется еще вторая волна сорняков, приходится дважды работать. Мучнистая роса для нас большой проблемой, я имею в виду для Ростовской области, большой проблемой не составляет. Это вот для предгорных зон и для Краснодара, вот, допустим, Лобинский район, Траднинский, вот там, Мостовской, там мучнистая роса представляет опасность. У нас она мало, потому что у нас, ну, относительно влажность, она резко понижается, и мучнистая роса, она внизу так и остается. Она редко у нас доходит до предфлагового листа, и поэтому особой проблемы не составляет. А вот что касается септериоза, ну, септериоза у нас при корневой зоне есть листовой и колоссовой. По колоссовому очень непонятная ситуация, как он будет распространяться. Листовой септериоз, в принципе, у кого нормальная притравка, он сейчас внизу и пока опасности не представляет. В этом году у нас вспышки бактериозов есть большие, особенно там, где подмерзла зима пшеница, особенно на неустойчивых сортах, типа еланчика, которому хватило там двух дней, декабрьских минус 18 ветров, и он сильно пострадал. Хуже ситуация с озимовым ячменем, он практически, ну, если сравнивать с прошлым годом, он в два раза хуже по Краснодару, чем в прошлом году. Еще хуже рапс. Поэтому по этим культурам будут проблемы. Как бороться с бактериозом на пшенице? Ну, мы-то, там бактериозов, их тоже несколько видов. Пока сельхозтоваропроизводители их идентифицируют, уходит много времени. Поэтому мы чаще всего рекомендуем применять фетоловин, это антибиотик, который уничтожает все бактерии, и полезные, и вредные, ну, стерильно делают. А потом уже смотрим, как ситуация развеет. Сорта устойчивы к бактериозу существуют? Ну, да, вот, зерноградские, кстати, сорта, в большинстве своем, достаточно хорошо устойчивы к бактериозу. Что не скажешь о многих сортах, крестнодарской селекции. Ну, тут сейчас мнения разошлись у трейдеров, банкиров и сельхозтоваропроизводителей. Каждый бы сказать свое мнение. Банкиры считают, что смысла нет у третий класс получения, который кредитуют. Трейдеры говорят, что у нас и так большое давление прошлогоднего фуражного зерна. Если мы еще фуража насыпем, то цена обвалится вообще серьезно. Исходя из этого, сельхозтоваропроизводителям надо иметь в равной доле всех классов. Надо и тройку иметь, надо иметь, где это позволяет диагностику, четверку. Можно ограничиться фуражом там, где сейчас большие дефициты. То есть сделали диагностику, определили по группам. Потому что когда у тебя есть тройка, четверка и фураж, ты можешь комбинировать в зависимости от рынка. Можешь тройку с фуражом намешать, получить четверку. Как правило, нужно хорошо защищать растение с самого начала, чтобы все листья у него функционировали нормально. Если уже растение слегка повреждено, наверное, смысла нет азот сыпать. Ну да, тройка же там упор не только в азот. Там, прежде всего, соотношение азота с фосфором должно быть оптимизировано. И для тройки, в принципе, достаточно сохранить три верхних листа, чтобы получить тройку. Если сбалансированно работать своевременно, а не дотянуть до флагового листа, а потом вдруг ни с того ни с сего начинать работать. То есть это поэтапная работа. Делается диагностика укущения, выход трубки и калашение, чтобы это вести корректно. А если вдруг ни с того ни с сего нам захотелось трубку, вот сейчас мы делаем диагностику, поля, где дефицит азота больше 30 кг подавил, уже смысла нет и втянут на тройку, они не вытянутся. А вот где дефициты, там, в пределах 15-20 кг подавил, там, в общем, при оптимальном соотношении азота с фосфором, вполне реально. Ну и по этому году еще большие дефициты вылазят таких микроэлементов, как цинк, медь. По вот этим микроэлементам большие проблемы. Относительно полегания, мы всегда говорим, что здесь несколько причин. Первая причина – это, как правило, несбалансированное питание. Вторая причина – это слишком загущенные посевы. Ну и третья причина – это достаточно обильные осадки. Мы, как и прогнозировали, что будет ранняя весна, помните, 1 марта, когда еще на интераграмаше мы говорили, я говорил, что весна будет ранняя. Там выступали прогнозисты, говорили, ничего подобного, будет позднее. А я и караул. Все оказалось с точностью до наоборот. Поэтому здесь, если вести речь об именно того, чтобы своевременно и качественно работать, тут, конечно, нужно быть к этому готовым. Вот, работать на качество. Потому что подходы к работе на качество, они начинаются, закладываются гораздо раньше. То есть, только мы убрали предшественник, мы должны оценить состояние полей по плодородию, эффективному плодородию. И тогда уже выделить поля, на которых можно с минимальными затратами получить третий класс. Туда подбирается соответствующий сорт и расписывается схема применения удобрения. Дальше он только корректируется. Сейчас с ретардантами уже нет смысла работать. Дело в том, что по ретардантам ситуация такая. В общем-то, те хозяйства, с которыми мы работаем, те, которые, в общем-то, идут на высокий уровень продуктивности, ретардантами начинают работать солнце. Первая обработка – это 4 листа. Дальше весной начало трубкование. И третья обработка – это вот, когда появляется флаг. Тогда мы гарантированно получаем низкий стеблистой невысокий и небольшая доля непродуктивных стеблей. Вообще, если мы сравним подходы, которые, допустим, у нас в большинстве сельхозтоваропроизводителей культивируют, и подходы, которые европейские, они принципиально разные. Если мы боремся за количество колосев на единице площади, то за рубежом борется за количество зерна с единицей площади, зерен, то есть назерненность колоса. Что у нас получается? Когда мы высеваем 4 миллиона азимой пшеницы, мы получаем пусть 3,5 миллиона сходов, даже при коэффициенте кущения 2 – это уже 700 стеблей. 700 стеблей и выше, мы в колосе получаем, как правило, где-то 25-35 зерен, вот в этом интервале. Даже если с массой, пускай минимальной, 30 грамм, это мы получаем с квадратного метра где-то, ну, порядка 15-20 тысяч зерен с квадратного метра, даже при массе 30 грамм, ну, это потолок 60 центов. В Европе они не стремятся к такой высоте, они получают 600-800 стеблей, но в полосе от 50 до 80 зерен. То есть это получается, мы, имея, допустим, 600 стеблей по 60 зерен, 36 тысяч зерен, умножаем на 30 грамм, уже 118 центров потенциала. Видите, какая разница большая. Чем у нас обусловлены такие подходы? Ну, первое, мы страхуемся, потому что мы не знаем, какая у нас будет осень, какая у нас будет зима, поэтому мы стараемся вот этими нормами высева, как правило, решать вопросы, которые нужно решать другими способами. Допустим, мы огрехи по обработке почвы часто решаем увеличением нормы высева. Это совершенно неверно. То есть нужно лучше качественно подготовить почву, тогда с меньшей нормой высева мы получим лучший результат. А когда мы пытаемся решить проблему от обработки почвы за счет нормы высева или за счет применяемых удобрений, то ничего хорошего с этого не получается, кроме затрат. Мы несем дополнительные затраты, а продуктивность от этого серьезно не увеличивается. Вот подходы. Сейчас у нас тоже некоторые сельхозтоваропроизводители и холдинги эту фишку уловили. И целый ряд есть хозяйств, которые больше трех миллионов не сеют. Они сеют два или три миллиона, особенно если создаются благоприятные условия. И работают именно на продуктивность, продуктивное кущение, на общее кущение. Потому что если сейчас мы посмотрим стеблистой, то у нас где-то полторы-две тысячи стеблей. Из них продуктивных только 50% в лучшем случае. Остальное все балласт. Этот балласт забрал на себя питание, забрал влагу, создал условия для развития болезней. Итог. Если у нас будет влажный май и начало июня, то нам не поздоровится с таким стеблистом. Потому что если взять в Европе там же осадковый и прохладный климат, и осадковый падает гораздо больше. Тем не менее они с болезнями двумя обработками справляются. А мы порой с тремя обработками не можем справиться. На цели. Фузариоз грозит в этом году? Увы сколько осталось, да. Потому что вот и по прогнозу, видите, она достаточно прогладная. По крайней мере вторая декада точно. По третьей декаде пока непонятно. Но как раз основное заражение фузариозом происходит перед цветением. И именно перед цветением надо работать фунгицидами, чтобы снять проблему. Или по крайней мере уменьшить ее. Опасность по фузариозам достаточно высокая. Правда, что не всякий фунгицид берет фузариоз, потому что устойчивый сильно фузари. Чем эффективнее всего работать? Ну, большинство дешевые сердито работают высокими дозами тибуконозова. Хотя у нас сейчас по фузариозам зарегистрировано достаточно большое количество препаратов. Другой вопрос, что их на рынке сейчас дефицит. У Байера большая линейка, БАСФА есть. Однако, сейчас дефицит по фунгицидам. Есть у отечественных производителей средств защиты тоже есть противофузариозные препараты. Но их не так много. И тут еще вопрос упирается в цену. Потому что цена для обработки фунгицидами именно по фузариозу на гектар от двух и выше тысяч рублей. И тут у любого сельхозтоваропроизводителя возникает вопрос. А вдруг проскочили? А ось? Ну, это так бывает. Тем более, что мы же не знаем, как оно дальше будет развиваться. Есть сорта, которые устойчивы к фузариозу. Тем можно спать покойно. И не обрабатывать. И не обрабатывать. Именно по фузариозу. Можно смотреть по листовым пятнистостям, по болезням колоса. Потому что у нас давно не было ни бурой, ни желтой ржавчины. Очень давно не было. Ну, в прошлом году, по-моему, как раз таки в Краснодарском крае и замечали. Ну, замечать и чтобы она массово проявлялась, пока такого не было. Уже давно не было. Как вот были отдельные годы, когда у нас бурая ржавчина, ну, просто. У посевы заходишь, оттуда выходишь, как будто ржавый гвоздь. Угроза в этом году еще даже выше, чем в прошлом. Вот так. Потому что количество осадков, которые у нас выпало в апреле месяце, у нас 2-3 месячных нормы выпало. Сейчас эти осадки продолжаются. Азота, которого много, некоторые погнались, много азота дали. У нас, если мы посмотрим, вот, допустим, экономически обоснованные есть нормы, за которые перешагивать по азоту нельзя. Вот, допустим. Мы посчитали, что чернозем обыкновенный, непаровые предшественники, без компенсационного азота, потолок 110 кг ДВ азота. Дальше это начинается плато, а потом убыт. По фосфору этого меньше, 35-40 КДВ и все. А у нас же, кто это, вас же это не учитывают, диагностику не проводят, экономику не считают. Результат. Потом уже спохватываются, уже позже. И, соответственно, тогда разрыв между третьим классом и гаражом будет очень высоко. Ну, да. Ну, представьте, если, допустим, у нас как-то сейчас не обращают внимания хлебопек. Конечно, хлебопекам лучше всего четвертый класс, чтобы цена, чтобы она, мука получалась такая. С четвертого класса лучше всего получается. У них мука, и они проблемы решают. Если брать, допустим, туда, куда мы продаем, допустим, Саудовская Аравия, у них требования гораздо жестче. Соответственно, и потребности у них, в первую очередь, в таком зерне, качественные. Потому что урожа они везде могут набрать. А вот такая качественная пшеницу. У нас достаточно мало регионов. Это в основном при Азове. Я имею в виду Одесса, Херсон, Запорожье. Часть Польша и Крыма. Большая часть Ростовской области. Луганск, Донецк, наша Ростовская область, Волгоградская область, Калмыкия. И вот некоторые Северокавказские республики. И все, где мы реально. И еще зона, где хорошую пшеницу можно произвести, это Канада и Австралия. Три зоны, три региона в мире, где можно получить высококачественную пшеницу. Я не считаю Казахстан, где я работу твердую выращивать. Там тоже можно, но там зимы очень мало. Вот три зоны, где на земном шаре, где можно получить без больших затрат второй, третий класс. Ну что такое программа развития растеневоз? Она предусматривает собой направление. В каком должен двигаться хозяйство? Чтобы финансово стабильное хозяйство не шарахало, что в один год посеяло пшеницу, в другой год солнечко, в один год попало, в другой год выиграло, и вот так качели. А чтобы стабильно выделяется лучшая культура, вот именно для очень акклиматической зоны. Вот у нас ведущая культура по-любому азима пшеницы. Как бы мы с другими культурами не сгорелись, но основная культура – это азима пшеницы. Если мы посмотрим по Ростовской области структуру предшественника азима пшеницы, 2 миллиона 850 тысяч азима пшеницы, теперь посмотрим, почем она посеяна. Азима по паровым предшественникам около 1 миллиона. Азима по подсолнечку около полумиллиона. Азима по азима, где инфекционный фон высокий, достигает 700-800 тысяч. Потому что вот так получается. Потому что у нас по системе земледелия нам надо было иметь азима пшеницы не более 2,5 миллиона. А мы уже 300 с лишним тысяч превосходим. Вот это перекос. Этот перекос рано или поздно приводит к проблемам, как, допустим, в Ставропольском крае. Они долгое время держали, да и сейчас до сих пор держат, больше 60% колоссовых именно азима. Чем это чревает? Это перекосами и болезнями. Причем такими болезнями, которые потом не берутся наицидами. То есть создается системная проблема. Системную проблему можно решать только системными методами, не одиночными какими-то. Вот это вот предусмотрено в системе земледелия, в структуре пассивных площадей, которая отражена в программе развития растеневоза, где оптимизируется соотношение культур, для ведущей культуры выбираются лучшие предшественники, строятся севообороты, под это подводится система обработки почвы, система защиты, система питания. Продолжение следует...